18 часов 30 минут по местному времени с военно-воздушной базой МИСАВА в воздух поднимаются три истребителя Митсуфиши-Ф1. Их задача отработать боевые маневры на малой высоте в условиях слабой видимости. На пятой минуте полета самолеты ложатся на заданный курс и докладывают в штаб свое местоположение и скорость. Неожиданно прямо во время радиоэфира два истребителя исчезают с экранов радаров. Спустя несколько секунд российским войскам связи удается перехватить радиообмен пилота третьего самолета с диспетчером. Он сообщает, что рядом с ним возникло огромное красное облако, которое напоминает гигантскую шаровую молнию. На невероятной скорости это облако несется прямо ему навстречу. Через мгновение третий истребитель тоже пропадает с экранов радаров. В тот же день главком воздушных сил самообороны Японии совместно с морским агентством безопасности бросают на поиски пропавшего звена истребителей 26 спасательных судов и самолетов. Поиски длятся почти две недели. Но единственное, что удается найти, крошечный обломок крыла одного из истребителей. Ни тел, ни черных ящиков, ни каких-либо признаков загадочного красного облака. Спустя полтора месяца, 9 октября 1998 года, в том же секторе, недалеко от военно-воздушной базы Мисава пропал еще один японский истребитель. F-4 Фантом-2. Он просто исчез, не успев сообщить диспетчерам никакой информации. Как и в случае с пропавшим звеном истребителей, спасатели не обнаружили обломков самолета, тела пилота и черного ящика. Разгадка причин катастрофы так и осталось лежать где-то на дне океана. Таинственные исчезновения у берегов Японии происходят практически постоянно. Именно здесь чаще всего, а не в Бермудском треугольнике, выходят из строя новейшие навигационные приборы, падают самолеты и тонут суда. Эту опасную зону моряки даже прозвали морем дьявола. И все, кому в нем посчастливилось выжить, стараются никогда больше не возвращаться туда. Так выглядит море дьявола с высоты птичьего полета. Оно находится в акватории Тихого океана между Японией, северной частью Филиппин и американским островом Гуам. Если соединить их воображаемыми линиями, то получится геометрическая фигура по своим размерам и пропорциям, напоминающая печально известный Бермудский треугольник. И обе зоны расположены вдоль 30-го градуса северной широты. Исследователи аномальных явлений уверены, это не просто совпадение. Море дьявола – это Тихоокеанский брат-близнец Бермудского треугольника. Вдоль того же 30-го градуса северной широты находятся еще несколько крупных геопатогенных зон. Гибралтарский клин, афганская аномальная зона и гавайская аномалия. Все они равно удалены друг от друга на 72 градуса и образуют так называемый пояс дьявола. Впервые о том, что в Тихом океане существует море дьявола, заговорили японские рыбаки. Еще в 17 веке у них появилась легенда о страшном месте, откуда не возвращаются. Моряки поговаривали, что любой, оказавшийся в заколдованных водах, обречен на страшную смерть. Эта история так и осталась без сказки. Но в 50-е годах прошлого века в море дьявола бесследно пропало 9 кораблей. И это были не маленькие прогулочные катера или рыболовецкие шлюпки, а огромные грузовые и даже военные корабли. В 1955 году японское правительство официально объявило море дьявола опасным для жизни и рекомендовало всем самолетам и кораблям обходить его стороны. Этот случай стал первым в мире, когда на государственном уровне была признана необъяснимая природная аномалия. Почему же в акватории моря дьявола терпят крушение кораблей? Почему бесследно исчезают истребители и бомбардировщики? Некоторые исследователи уверены, в этом районе глубоко под водой обитает какая-то высокоразвитая цивилизация. Возможно, ее представители и создают электромагнитные возмущения, выводящие из строя новейшую технику. Точно ответить на вопрос, что за светящиеся объекты по ряду берегов Японии ученые не могут. Но они считают, что скорее всего это какие-то пока не изученные причуды природы. Сторонники теории существования глубоководной расы уверены, таинственные феномены на море это не причуды природы, а сложные технические устройства для слежения за надводным пространством. Их выводят на поверхность высокоразвитые жители океанских глубин, чтобы наблюдать за людьми. По уровню развития эти существа в несколько раз превосходят человечество. И именно поэтому на протяжении многих столетий им удается оставаться незамеченными. О том, что аномалии в Японском море дьявола связаны с неизвестными подводными цивилизациями, исследователи океанских глубин заговорили в 2000 году. Тогда недалеко от Индии был обнаружен заброшенный подводный город, который просто потрясает воображение. Его возраст больше 6000 лет. Посмотрите, дно устлано выточенными блоками искусственного происхождения. Археологи установили, что это фрагмент древнейшей стены. Расположение камней неподалеку указывает на наличие улиц и площадей. Эксперты считают, что обнаруженные руины – ничто иное, как древний индийский город Дварка. Так, по мнению специалистов, он выглядел несколько тысячелетий назад. Исследователи уверены, построить эти сооружения 6000 лет назад обычные люди просто не могли. Потому что не обладали такими продвинутыми технологиями. Это было под силу только высокоразвитой расе, которая спустя время по неизвестной причине просто покинула подводный город. Но если аномалии в Японском море Дьявола как-то связаны с неизученной подводной цивилизацией, то почему тогда в самом подводном городе никаких аномалий нет? Почему там не тонут корабли и не падают самолеты? Ученые уверены, подводные цивилизации не более чем вымысел писателей-фантастиков. А древнейшие сооружения возвели обычные люди. Из-за землетрясений несколько тысячелетий назад они просто ушли под воду. А вот пропажу кораблей в акватории моря Дьявола ученые объясняют элементарными законами физики. Голосом моря. Так называется опасный инфразвук, который зарождается в океане. Он в состоянии не только свести с ума, но даже умертвить людей на любом корабле. Термин «голос моря» появился еще в 30-е годы. Его предложил советский академик и гидрофизик Василий Шулейкин. Он установил, что в шторм океан может генерировать инфразвук в диапазоне от 1 до 11 Гц. Волны слабой интенсивности вызывают морскую болезнь. Средние – общую слабость и обмороки. А сильные провоцируют чувство паники и беспричинного страха, которые приводят к неизлечимым психическим расстройствам. Волны частотой 7 Гц для человека смертельны. При таком звуке все внутренние органы начинают резонировать, что вызывает сильную физическую боль, разрыв жизненно важных артерий и даже остановку сердца. Изучив архивы судоходного регистра Ллойда, крупнейшего в мире общества по классификации грузовых и торговых судов, исследователи выяснили, что с 50-го по 60-й год в океане было найдено несколько кораблей, не покинутых экипажем. Причем в каждом случае ценные вещи моряков, провизия и груз оставались метронутыми. Сторонники теории смертельного инфразвука предположили, что лишившись рассудка, люди могли попросту оказаться за бортом и утонуть в открытом море. Поверить в то, что в самый разгар холодной войны американские корабли без постороннего вмешательства топят обычный инфразвук, военные США отказались. Причиной гибели судов, по их мнению, стали испытания сверхсекретного оружия, разработанного в СССР. Под водой наблюдаются множество неизвестных объектов. Одна из теорий относит их к продвинутым прототипам подводных лодок. И я думаю, по аналогии с самолетами, военные по всему миру разрабатывают и запускают мощные беспилотные подводные аппараты, которые держатся в секрете. Ведь никто не хочет, чтобы военные других стран знали о боевом потенциале сил противника. Возможно, эти объекты и есть секретные прототипы военных подводных лодок. На протяжении 10 лет американские военные по секретному заданию Пентагона пытались обнаружить советские корабельные установки, способные генерировать смертельный инфразвук. Но все попытки отыскать их оборачивались неудачей. Вплоть до 1960 года. Тогда командование ВМС США приняло решение установить в Атлантическом океане глобальную сеть гидрофонов, которые должны были сканировать море и регистрировать любой шум под водой. Цель? Обнаружить новейшие советские субмарины и доказать, что русские испытывают оружие, способное воздействовать на психику людей и таким образом уничтожать врага на расстоянии. Почти сразу аппаратура начала фиксировать странные низкочастотные звуки, однако установить их источник не удалось. Спустя несколько лет после запуска секретной программы по поиску советских субмарин, оснащенных новейшими инфразвуковыми корабельными установками, в Атлантическом океане произошел случай, после которого у капитана каждой американской подлодки появилось специальное предписание. В случае обнаружения неизвестных объектов открывать огонь на поражение.